Их пересадили из привычного вольера в деревянные ящики, закрыли сеткой и куда-то повезли. Конечно, им было страшно. Они не знали, что жизнь их теперь станет совсем другой. И что такое небо, они тоже не знали. Конечно, волнительно. Пускаем на природу питомцев. Надеемся, что все пройдет во планы. И самое главное, что птица прижилась. Новым домом для куропаток теперь станут Гатчинские поля, общедоступные охотничью годе. Мы выбирали это место специально. Тут и трава, где есть семена, тут и борщевик, тут и кусты, где они все разрастаются и получаются очень хорошие для них защитные условия. И плюс еще же здесь рельеф местности. То есть вот эти низкие леса, кустарник – это еще один из факторов, где она себя, куропатка, чувствует комфортно. Мы уже выпускаем четвертый год в это место, потому что есть дикая здесь куропатка серая. Поэтому, в принципе, этот эксперимент очень даже вполне удачен. Уже в прошлом году на полях у дорог можно было встретить этих птичек. Это значит, что они расселились и прижились. Кстати, в России этот вид встречается от западных границ страны к востоку до Алтая. Тенденция положительная есть. Уже хорошо то, что выпущенные особи организуют пары и размножаются в естественной среде обитания. Счастливый момент. Пути открыты, летите. Но птички не спешат. Не заболели ли? Птица испытывала стресс, поэтому здесь есть такая совокупность факторов, которые могли бы повлиять на то, что они сегодня так резво и кучно не полетели. Но, тем не менее, самое главное – здоровая, бодрая птица. Мы птицу осмотрели, птица клинически здорова, состояние пера хорошее, то есть предпосылок для каких-то волнений нет. Мы с Комитетом по охране и регулированию численности животного мира Ленинградской области проводим совместные рейды ежемесячно на наличие либо больной птицы, либо трупов птицы. То есть это наша постоянная ежемесячная работа, и в том числе на данной территории. По результатам у нас вопросов по данной местности не было, и здесь хорошо. Они еще не знают, что под навесами среди деревьев для них приготовлен праздничный стол с сотрудниками Юго-Западного отдела Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области. Они подкармливают куропаток уже четвертый год, восстанавливают численность куропатки в рамках госпрограммы охраны окружающей среды Ленинградской области под программой «Животный мир». В перспективе надеются исключить их из «Красной книги» нашего региона. Мы же их подкармливаем не только когда выпускаем, но и в течение зимы. То есть они птички такие, они людей особо не боятся, и зимой они тяготеют к жилью. Оказалось, что они очень любят семена борщевика, а здесь поле как раз заросшее борщевиком, но борщевик летом он еще очень хорошее защитное условие там создает, потому что у него листевая масса очень большая, поэтому они с удовольствием там в этом борщевике живут. Не лисицей не взять ей, потому что нет, у нее простора быстренько побежать. И в енотовидной собаке, и пернатые хищники тоже сверху их не видят. Поэтому и они вдобавок еще с удовольствием эти семена борщевика кушают, а борщевик дает очень большую массу семян. Вы же знаете, и нам его не знаем, как избавиться. Вот и борщевик пригодил. Ну да, вот он в этом плане хотя бы это хорошо, что он пригодился, да. Пока еще куропатки в Красной книге, и человек с ружьем для них не опасен. Но врагов у них и без охотников хватает. Начиная от домашнего кота и собаки, и кончая лисицей, енотовидной собакой, ну и ястребы, луни полевой, лесной. То есть врагов довольно много. Теперь у них над головой небо. Но они сами ищут себе еду, сами прячутся от хищников, укрываются от дождя и ветра. И такова цена свободы. Не надо забывать, что у нас есть своя местная популяция серой куропатки в районе. То есть она там, там, там встречается, и по учетам встречается. Но при смешении крови может дать скачок численности. А конфликты между ними? Нет, нет, нет. Они между собой разберутся, это 100%. Хорошо разберутся. Да, они птички мирные. Сколько куропаток обитает сегодня в Лужском и Гачинском районах Ленинградской области, точно подсчитать невозможно. Но приблизительно не менее тысячи особей. И это уже хорошо.